Национальный татарский праздник Сабантуй в Иванове широко отмечается уже 24 года. За это время он успел полюбиться горожанам. Традиционно в этот день в парке Степаново яблоку негде упасть. В виде этот размах сложно представить, что организуют Сабантуй в основном своими силами. Небюджетный этот праздник, это кажется силами, автономией, людьми, поддерживающими. Естественно, поддерживает и администрация города Иванова, правительство Ивановской области отвечает, выделяет гранты, поддержка. Но мы сами организаторы организовываем. Естественно, мы хотим, чтобы праздник был настоящий праздник, активный отдых. Приобщиться к татарской культуре на Сабантуе несложно. Различные ее составляющие сосредоточены на нескольких площадках парка. Со сцены звучит национальная музыка. Национальный костюм – тоже немаловажный элемент в знакомстве с этой восточной культурой. На его внешний вид очень сильно повлиял кочевой образ жизни татар. Одежда продумывалась таким образом, чтобы в ней было удобно ездить верхом. Не холодно зимой и не жарко летом. Девушка у нас сейчас одета. Калфак на ней одет. Калфаков существует большое количество разновидностей. На ней одета татарское национальное платье с узорами. Одета жилетка. В данном случае одета длинная жилетка. Но жилеточка может быть короткая, средняя. Также жилетка бывает с длинными рукавами. На молодом человеке одета рубаха. Обязательно носили рубахи. И обязательно носится жилетка. Жилетки тоже бывают разные. И одет национальный головной убор, который называется тюбетейка. Ну и конечно, сабантуй не сабантуй без традиционных татарских угощений. Здесь они на любой даже искушенный вкус. Особое место, конечно, занимает чак-чак. Сладости с теста и меда. Но есть и другие, менее известные блюда. Национальная татарская кухня очень широкая. От сладкого до мучного. С мучного до хорых блюд разнообразных. На сегодняшний день мы предоставили треугольники. Ушпашмак, вот они треугольного вида. Тарамеш, это с мясом. Треугольники с картошкой, с мясом. И куштеля, корот. Они выглядят вот так. Мы их называем татарскими чипсами. Блюда не только татарской кухни можно попробовать на сабантуе. У казана с узбекским пловом собрались очереди из дегустаторов. Самый вкусный плов, признаются повара, тот, что приготовлен мужскими руками. У нас мужчина останется вкусно готовить, потому что он не жалеет, мясо не жалеет. Женщина же экономит. Поэтому у нас вкусно получится. Не пловом единым сыт человек. Для тех, кто присытился хлебом – зрелище. Татарская национальная борьба на поясах – крэш. Поучаствовать может любой желающий. Георгий – чемпион по вольной борьбе. И в крэш у него неплохие шансы. Конечно, если выбрать правильную тактику боя. Вольная борьба – это просто борьба. Курэш там надо бросать без ног, без подношек. Бросать броски, бедро через себя. Вот это все. Победитель получает приз. А зрители – яркие эмоции и незабываемые впечатления. Как шутят организаторы, с сабантуя еще никто не уходил недовольным или голодным. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.